Сколько калорий необходимо для роста мышц? Если вашей целью является набор мышечной массы, то для этого необходимо обеспечить соблюдение двух правил. Во-первых, в целях гипертрофии мышечной ткани необходимо оказать достаточный стимул на скелетные мышцы. Это, как правило, достигается за счет выполнения хорошо продуманной программ периодизации силового тренинга. Во-вторых, необходимо потреблять больше калорий, чем расходуется. Тип потребляемых калорий также может оказывать влияние на качество набранного веса. Как правило, для оптимизации процесса роста мышечной массы, а также минимизации роста жировой массы, увеличение калорий должно происходить преимущественно за счет белка, аминокислот и углеводов, и в меньшей за счет увеличения жира, особенно насыщенных жиров. Сочетание соответствующего анаболического стимула, силовые тренировки и прием адекватного количества субстрата. Субстрата, белок, приводит к положительному азотистому балансу. Положительный азотистый баланс наблюдается в том случае, когда синтез белка превышает его распад. Кроме того, важно помнить, что для синтеза белка скелетных мышц необходим полный набор аминокислот. Все 20 аминокислот в необходимом количестве. Таким образом, в рационе питания должно присутствовать достаточное количество аминокислот. Ламберд и коллеги предложили, что оптимальным соотношением нутриентной корзины для культуристов будет составлять от 55% до 60% углеводов, от 25% до 30% белка и от 15% до 20% жиров. Эта рекомендация позволит получить достаточное количество белка для оптимального мышечного роста, достаточное количество углеводов для обеспечения необходимой энергии, для высокой интенсивности силовых тренировок, а также обеспечить достаточное количество жира для поддержания надежного уровня тестостерона в крови. Синтез белка требует использования аденозин-3-фосфорной кислоты АТФ, так как недостаток энергии и дефицит калорий может уменьшить синтез белка. В итоге для роста мышечной массы, для оптимизации синтеза белка в мышцах или мышечной гипертрофии требуется создать профицит калорий примерно на 15%. Хотя, как разумно отмечает подавляющее количество специалистов, что это все усредненные цифры, и каждому человеку в зависимости от его реального расхода энергии и метаболической картины не не тичь предопределенного типа. Партиционирование калорий и много других факторов необходимо искать свой баланс калорий для лучшего роста мышечной массы. О том, что для роста 0,45 до 0,9 кг мышечной ткани необходимо создать ежедневный профицит в районе от 350 до 700 калорий, от уровня поддержки. Суммарные рекомендации для мышечного роста. Питайте с профицитом примерно от 10 до 15% калорий от уровня вашей поддержки. Разбейте прием профицитной калорийности на 5-6 приемов пищи. Подберите адекватную программу периодизации силового тренинга. Обеспечьте потребление углеводов на уровне от 40 до 50%, белка 30%, жиров от 20 до 30%. Обеспечьте адекватное потребление белка каждый день. Примерно 1,5-2 грамма на килограмм вашего тела. Обеспечьте адекватное питание вокруг вашей тренировки. Речь идет о приеме белковых добавок, аминокислоты, сыворочный протеин, казеиновые углеводы. Рассмотрите возможность дополнить свой рацион креатином. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok